В Гродно презентовали приложение, которое сделает путешествие по региону более комфортным. Теперь узнать о том, где заправиться, перекусить или отдохнуть, а также увидеть местонахождение ближайших туристических объектов, расположенных вдоль трассы М6, можно благодаря мобильному приложению. М6 – бесплатный сервис, доступный пользователям операционных систем Android и iOS. Он подробно рассказывает об инфраструктуре, сосредоточенной вокруг новой четырехполоски. Здесь и фото, и возможность оценить как объект, так и сам сервис. Версии доступны на русском и английском языках и поддерживают возможность авторизации подпечатку пальцев. У нас заключен уже второй этап работ, который включает в себя масштабирование функционала. То есть мы как раз сейчас проводим аналитику в плане, что нужно пользователям. И, соответственно, следующая версия будет у всех пользователей, кто сейчас скачает это приложение. Им придет потом уведомление с обновлением функционала, что добавилось в данный период. Запустить мобильный автогид по трассе М6 к старту вторых европейских игр было принципиальной задачей. Благодаря сервису тысячи иностранных туристов, которые посетят нашу страну ради крупнейшего на континенте спортивного форума, смогут превратить транзит через Гродненскую область в настоящее путешествие. Для комфорта иностранных гостей по Гродненскому направлению трассы установлено более полусотни туристических дорожных знаков и около 20 информационных счетов, посвященных историко-культурному наследию местности. Самое главное, чтобы человек, готовясь к путешествия, житель Франции, Англии, Германии, любой страны, мог перед тем, как отправиться в путешествие, открыть данное мобильное приложение и посмотреть, как ему добраться к тому или другому объекту, который он планирует посетить, где ему остановиться на ночлег, где вкусно поесть, попробовать белорусскую кухню и хорошо провести время на Гродненщине и в нашей Белоруссии. Мобильное приложение М6 – лишь начало большого проекта. До конца года оцифрованы будут все дороги Гродненской области. В перспективе это позволит создать региональный информационный портал, который в полном объеме раскроет культурно-туристический потенциал Гродненщины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова